Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. О самых интересных событиях студенческой жизни и не только узнаешь прямо сейчас. В эти ближайшие минуты с тобой буду я, Анна Глазунова. Итак, мы начинаем. Кто получит премию Лобачевского? На этот вопрос ответили на пресс-конференции. Университетские врачи провели редкую операцию. Ожидаемые ли последствия? Слепили из пластилина. Ренат Ибрагимов презентовал свой новый мультипликационный клип. 1 декабря состоится вручение премии имени Лобачевского. В преддверии мероприятия Казанский федеральный университет организовал пресс-конференцию. Кто уже совсем скоро станет обладателем премии, за какие научные достижения, ты узнаешь в следующем сюжете. 29 ноября состоялась пресс-конференция о вручении премии Лобачевского за достижения в области геометрии. Победителем в ней стал профессор Калифорнийского университета в городе Ирвин Ричард Шем. В свое время Лобачевский совершил революционный переворот в геометрии. То же самое сделал и фактически профессор Шон. Он очень много сделал для геометризации современной науки. Сегодня геометрия входит в нашу жизнь на каждом шагу. И действительно заслуга профессора Шона в этой области неоспорима. Также на пресс-конференции было заявлено, что одной из целей является создание премии международного уровня. Церемония вручения пройдет 1 декабря в Императорском зале КФУ. Премию и медаль вручит президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прямую трансляцию церемонии награждения вы сможете увидеть на телеканале Универ-ТВ. Артем Тупичкин, Ленардо Валитяров, Универ-Ньюс. Казанский федеральный университет посетила делегация Южной Кореи. На встречу затронули вопросы, напрямую связанные с образованием. А в конце встречи была организована публичная лекция. Подробнее в своем сюжете тебе расскажет Олег Кашин. Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета 29 ноября принял в себя делегацию посольства Южной Кореи. Рабочая встреча началась переговорами с министром по политическим вопросам посольства Южной Кореи в России Хатэйок. Проректор по международной деятельности КФУ Ленар Латыпов озвучил важные вопросы о стратегическом сотрудничестве, а также затронул актуальную тему обмена студентами. Проректор обратил отдельное внимание на то, что все условия для создания обмена студентами уже созданы, и важно увеличивать количество мест для обмена. Напомним, что в КФУ функционирует Центр Кореи Ведения, и интерес к изучению языка и культуры Южной Кореи в КФУ постоянно растет. Встреча завершилась публичной лекцией, лектором которой выступил приглашенный министр. Темой его лекции стала российско-корейские отношения. Олег Ашин, Ленар Довлесьяров, Универньюз. В университетской клинике состоялась редкая операция на сердце, методика которой не использовалась казанскими врачами ранее. Кто провел эту операцию, насколько это было сложно, и каково теперь нынешнее состояние пациента, удалось выяснить Аделе Шамиловой прямо на месте события. Два часа кропотливой работы, присутствие ведущего мирового специалиста, взволнованный шепот хирургов и максимальная засредоточенность. Каждое движение важно, на кону – жизнь. В университетской клинике состоялась уникальная операция на сердце. Она не такая, как у ее принято знать. Здесь нет сложных хирургических вмешательств, при которых порой приходится открывать полости сердца для устранения имеющихся пороков. Более того, врачи университетской клиники могли наблюдать за ходом операции в режиме реального времени, получая мастер-класс практически напрямую с операционного стола. Изучаем возможности внедрения в свою практику иных методов, малоинвазивных, когда мы внутрь сосуда заходим особыми инструментами, открываем их просвет и устанавливаем туда специальные пружины в виде стентов. Состоявшийся в университетской клинике мастер-класс можно смело назвать выдающимся. Провел его приглашенный специалист из Японии профессор Акадо Хисаюки. Он обладает уникальным умением, которым успешно поделился с сотрудниками университетской клиники. Я работаю с пациентами с хроническими тотальными окклюзиями. Лечение данной болезни имеет свои сложности, ведь сосуды сердца затвердевают или закупориваются. Задача заключается в том, чтобы проникнуть в них специальными устройствами, которые мы называем проводниками. Хоть и узамиться в качестве прошедшей операции практически невозможно все-таки только от одной мысли о ней, мурашки бегут по коже. Но не у Марата Халиулина, который поделился с нами комментарием в первые секунды после пережитого. Медицина достигла таких совершенств, что ты лежишь, как будто аппендицин делает настолько легко, а у тебя сердце ковыряет. Операция прошла успешно и теперь можно смело предположить, что она наверняка станет прорывом в лечении заболеваний сердца у большой группы пациентов и позволит прийти к тому, что пациенты будут жить дольше. Мы готовы уже к таким сложным мероприятиям по восстановлению давно закрытого сосуда. Адель Шамилова, Роман Сабарин, Универньюз. Казанский федеральный университет организовал встречу ведущих IT-компаний Казани со студентами и преподавателями. Для чего необходимы подобные встречи и чем они полезны для университета, ты узнаешь в следующем сюжете. Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ посетили ведущие IT-компании Казани. Рассказали студентам и выпускникам о вакансиях, участии в проектах и о карьерном росте. Презентация дает студентам возможность познакомиться поближе с выбранной профессией и будущим местом работы. Пройти стажировку и практику помогает в написании научных и дипломных работ. Тахмина Гулямова, Артем Дубичкин, Леонард Давлитьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоится ночной переворот. Предстоящая 30 ноября Ночь науки посвящена теме революции в разных областях жизни. О том, почему тебе стоит прийти, ты найдешь ответ в следующем сюжете. Убедиться в том, что наука это увлекательно и несложно смогут дети и взрослые 30 ноября в Казанском федеральном университете. Ведь в этот день стартует шестая серия образовательного проекта «Про наука». Она называется «Ночной переворот». В этот раз Ночь науки посвящена теме революции в разных областях жизни. Мы не стали ограничиваться узкой темой исторической и тему революции, прорыва, каких-то успешных начинаний привнесли в различные области. На одной площадке вновь будут собраны самые разные развлечения. Научно-популярные лектории, образовательные интерактивы, мастер-классы, умные развлечения. Отдельное внимание будет уделено и культуре Татарстана, и его значимости в современном мире. Мы стараемся приглашать именитых ученых как из-за рубежа, так и из столичных вузов. Но так совпало, что на следующий день, 1 декабря, состоится вручение медали премии Лобачевского. Ее лауреат будет на открытии нашей «Про науки», чему мы очень рады. В части мероприятия бесплатная для всех. Полная программа мероприятий. Регистрация доступна на сайте проекта «Про наука». Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Мультфильмы можно не только рисовать, но и лепить. На песню Рината Ибрагимова «Домой» был создан короткометражный пластилиновый мультфильм. Целый год работы снято 6264 кадра, и вот результат. Наша съемочная группа пообщалась с Ринатом Ибрагимовым и узнала все тонкости работы. В жизни он такой же, как и на сцене жизни, радостный, творческий, веселый. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета народный артист Российской Федерации и Республики Татарстана Ринат Ибрагимов встретился со студентами и теми, кому интересно его творчество. Он презентовал короткометражный пластилиновый мультфильм на песню «Домой». Этот мультфильм Ринат Ибрагимов выпустил совместно с Казанской анимационной студией «Филим Фэй». Мы готовили этот мультфильм к 9 мая, но в конце апреля мы поняли, что надо все переделывать. Мы приступили к этому мультфильму с самого начала. Мы с самого начала начали писать сценарии, мы с самого начала начали делать раскадровки, аниматики. 6264 кадра, 8 казанских художников трудились целый год, чтобы создать 4-х минутный мультфильм, выполненный в технике пластилиновой покадровой анимации. Все сидящие в зале активно задавали вопросы обо всем, что интересно. Ринат Ибрагимов рассказал об искусстве, своем раннем творчестве и о том, почему решил сделать свой клип в формате мультика. Сейчас в зале клипы делаются такие, во-первых, компьютерные все графики, очень сплошные, такие технологические фильмы, эти клипы, и они получаются бездушные. А пластилиновая технология, она очень теплая, она живая. Впереди у певца и анимационной студии фильм Фэй множество планов. Как говорит сам Ринат Ибрагимов, 70 лет – это только половина жизни, впереди еще много всего интересного и неизведанного. Анна Глазунова, Леонар Довлетиаров, Универньюз. На этом у меня все, хорошего настроения и интересных вам ежедневных новостей. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова